Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы снова играем в длинную утку, которая The Long Dark, если правильно произносить, но мы никогда ничего не делаем правильно, поэтому длинная утка. И как мы видим, эпизод 4 доступен уже, но нам еще рано с ним играть, так как у нас 3 эпизод не завершен, поэтому вернемся к нему очень скоро. Сначала пройдем этот чертов 3 эпизод. У нас задание уложить Гвен в свободную кровать, блин, черт, я ее не туда положил, я положил ее на чайник, но тем не менее, чайник очень теплый, для Гвена это же лучше гораздо. А вот эта кровать, она такая холодная, ну ладно, пусть вот сюда, короче, давай. Все, Гвен, спи, кажется это все, введите инсулин Дмитрию. Дмитрий? Ой, нахрен, Дмитрий? Что за новый персонаж, которого я даже не знаю, не помню, Дмитрий? Извините, не подскажете, кто здесь Дмитрий? Дмитрий, вот ты где! Не бойтесь, я просто пытаюсь помочь. Риск гипергликемии, боже мой, это очень страшное заболевание. Давайте, всадим его сейчас. Скажи, гликемикинии, правильно произнес? Прощай! О, задергался в попку, кольнуло больно, да? Так, верните документы, да е-мое. Какие еще нахрен документы? Вернуть документы, наверное, священнику надо. Нет! Мне очень жаль, я нашла ее. А, все, я понял, мы сейчас дадим документы погибших, ее больше нет. В общем, нам нужно всем, да, рассказать плохие новости. Франклин, здрасте. Он погиб. Неприятно мне тебе плохие новости, давай. Мне очень жаль, мне не удалось найти никого. Надеюсь, что все в порядке и вы еще встретитесь. Надите, прошу. Погоди, еще кого-то нужно найти. У меня было задание 12 документов, или 10, по-моему, собрали. Я все собрал. Так, Дмитрий, мне очень жаль, я нашла ее. Она не пережила крушение, мне очень жаль, бедные люди. Но зато Гвен в порядке. Это самое важное, мне кажется. Хлоя, плохие новости. Он пропал без вести. Вероятно, его сожрали волки. На меня уже нападала целая стая, я еле отбил. Это при том, что у меня было много оружия. У твоего вряд ли было бы что-то. Сейди, мне очень жаль, я нашла ее. Она погибла. Боже мой, так вот какие подарки Санта-Клаус дарит детишкам, которые плохо себя вели. Да кому я еще не вернул гребаный документ? Блин, я так долго это делал, проще было встать вот тут, посреди зала, и сказать всем сразу, ваши родственники мертвы. Но некоторых не нашел. Вот документы. Поговорите с отцом Томасом. Отец, Томас его зовут. У вас получилось? Я молился за вас. Да, получилось. Я нашла еще одну выжившую. Правда, ей здорово досталось. Инсулин я тоже нашла. Спасибо, дитя мое. Вы очень нам помогли. Погода снова ухудшается. Боюсь, что надвигается очередная метель. Откуда вы знаете? Фермеры от родной долины уже давно в моей пастве. Со временем начинаешь подмечать детали. А в это время года метели здесь не ага. В любой момент начнется новая. И что тогда? Обычно мы прячемся по домам, набрав достаточно дров и заполнив кладовку. А затем просто ждем ее окончания. А теперь? Даже после того, что вы для нас сделали, нам остается лишь молиться и верить, что мы переживем эту непогоду. Молитва это ваша специальность, Святой Отец. Этим и займитесь. А я схожу на место крушения и обойду все дома и окрестностям. Чтобы найти хоть какие-нибудь припасы. Может быть, нам двоим удастся спасти жизнь этих людей. Да хранит вас Господь, дитя мое. Третья глава. Метель надвигается. Нисколько человек из пассажирского манифеста все еще не нашлись. Может, из-за пережитого шока забрели куда-нибудь. Собственно. Откуда мне идти надо? Метель надвигается. Сильная метель на подходе. Найдите трех оставшихся выживших. Соберите достаточно припасов на кухне клуба, чтобы помочь людям дожить до окончания снежной бури. О боже мой. Кухонный шкаф. Короче, нужно всякое барахло сложить. А блин, я кучу, по-моему, всего нашел. Значит, калории еды. Вот. Собственно. По-моему, я целую кучу всего интересного нашел. Посмотрите. Обидно, что придется все это отдать. По-моему, я больше собирал этих обедов. Это вегетарианские. Господи. Естественно, тут ни хрена калорий нет. Я собрал шесть. А нам надо девятнадцать тысяч. Антисептик, повязка. Окей. Давайте вот этот антисептик. Самый протухший положим. Их надо, блин, десять штук. Вы что, издеваетесь надо мной? Окей, топливо сложили. Только нужно три литра. Также надо повязочек. Ой, блинушки. Давайте угля накидаем. Надо шестьдесят. Ох, разработчики лонгдарка. Вы знаете, как заставить игрока задержаться в вашей игре. Антибиотики взяли. Давайте обратно-то сложим, раз нам нужно было всего лишь десять. Нужен один сигнальный пистолет и сигнальные ракеты. Благо, я уже нашел это. А, их нужно шесть штук. А я потратил уже три. Да плохо, плохо, плохо. Давайте крафтить новые повязки, что ли. О, погодите, я же тут целую кучу угля притащил. Вот это я предусмотрительный. Ну, давайте, что ли, его подберем, сложим туда в шкаф. Я сделал сорок шесть повязок. А нам нужно сколько повязки? Пятнадцать. О, это мы покрыли. А, давайте весь уголь сложим. Ох, как много всего еще надо. На карте мы видим следующее. Труп, возможно, здесь, здесь и вот здесь. А, трупы, точнее, выжившие, да. Выжившие, они здесь. И что, отнесло после крушения так далеко? Нет, скорее всего, они просто сами пошли. Или у них был крылатый костюм, они выпрыгнули с самолета и полетели. Ууу, еще уголь. И целая куча шматья. Предлагаю разложить все барахло, что мы тут накидали. Словно это мой прилавок. Начну с продажи книг. А потом, когда бизнес пойдет вверх, открою Амазон собственный. Давайте выберем, с кем нам рядом спать. Конечно же, рядом с Гвеном. Настало утро, я себя сбросил на 35 килограмм в итоге. Больше не могу ничего кинуть, все будет очень нужно. Ну-ка, это что такое? Факел? Я мог этот пистолет сюда просто кинуть. Ладно, заберу тогда. Погодите, тут же и сигнальные патроны есть. Пойду в шкаф положу. Люблю внезапно выполнять задания, просто до халявы. Сколько там нам еще нужно? Три штучки, все есть. Ай, как приятно. Осталось покрыть всего лишь четыре позиции. Ну что ж, утро достало. Пока всем пойду найду кого-нибудь. Стоит ли мне взять с собой? Да, я думаю стоит. Окей, гоу. Так, кто есть? Никого нет. За сегодня постараюсь покрыть всю эту территорию. Давайте сначала пойдем вот сюда. А значит, просто это имеется в виду вдоль дороги. Я думаю, дровами займемся в самую последнюю очередь. Будем, не отходя далеко от этого дома, рубить все, что поблизости есть. Но мелкие палочки при этом будут собирать сразу. Используйте сигнальный пистолет в зоне поиска и дождитесь ответа. Ага. Стоит ли мне это делать сейчас? У меня не так-то много патронов. Всего лишь три штучки. Хотя у того чувака тоже должны быть, получается, ракеты. Я их возьму. Ладно, давайте пробуем. Стоп, смотрим внимательно. Вижу тебя, вижу тебя, бро. Что-то ветер поднялся, мне не нравится это. Минус 18 по ощущению. Ты охренел ветер. Ветер, ну пошел ты. Иначе я застрелю твою семью. Я взял этот кусочек воздуха в заложнике. Перестань дочь. Он не дрожит своей семьей. Тогда всосуй его. Нет. Это что, разумный волк пустил сигнальную ракету? Блин, промахнулся что ли? Вроде не промахнулся. А вроде и да. Ладно, он хочет на второй круг. Давай-давай, блин, стрейпится-то тварина. Давай-давай-давай. Да какого хрена? Есть, попал. Блин, два патрона слиты просто. Они так стрейпятся. Это новая какая-то фигня у волков, фишка. Они стали сильнее, умнее, тактичнее. Да какого хрена я промахиваюсь? Просто пришли, прокоцали меня и всё. А он возвращается. На! На! Есть! Подохла, мразь! Не холодно! Надо где-нибудь встать вот здесь, например. Чему нельзя расположить? Сраный костёр тут. Керосин не взял. Сволочь. Я прошу. Я прошёл костёр. Спасибо. Так, теперь бы что там надо нам? Полечиться. Хорошо. Давайте полечусь. Охрена ли я не могу нигде положиться? Наконец-то. Всё, спим. Спим часик. Думаю, этого должно хватить. Там как раз костёр был ровно на час. А, very good. Всё, пойдёмте искать чувака. Его наверняка волки не коцали, да? Ну, конечно. Зачем? Ведь Евгений идёт. Ну, где ты, упырь? Как-то я невежливо уйду. Не мог бы ты подать сигнал ещё разочек? Экономишь ракеты, да? Сволочь жадная. Я тоже это делаю. Смотрите. Костёрчик горит. То есть я мог вообще забить вот на тот костёр и прийти сразу сюда. Вот он лежит. Кстати, хорошее место выбрал. Тут всё хорошо защищено от ветра. Сигнальная ракета. Забираю. Так, его зовут Логан. А что, это маленькие штанишки такие? Для кого эти маленькие штанишки? Для какой-то, видимо, игрушки. Ладно, Логан, погоди ещё немножко. Тут есть дом, я хочу пошарить. О, нет. Ну ты ублюдочный, Вол. Да Логан, если что. Логан. Зассала. Зассала псина. Побежали в дом. Будем отбиваться оттуда. Там все трупы жили. Контролирую, я бдю. Да какого дьявола, блин? Да почему я такой косой? Да, блин. Купы минимум. Сейчас зажрут всё. Начинает плохеть мне. О, блин. Окружает, окружает, окружает. Логан, помоги мне. Чиним себя. Мистер Труп, помогите мне. Да блин, вы. Войди, войди. Войди в здание. Вот так. Чётенько, изящненько. Вот сюда. Стой. Волки отступили. Это самое хорошее. Это самая хорошая новость за сегодня. Как мне полечить теперь себя? Обезболивающее. Не знаю, поможет ли это. Энергетический батончик. У меня остался последний патрон. Ё-моё. В глазах темнеет. Что у нас тут? Угляда хрена просто. Знаете что? Давайте попробуем сделать здесь костёр. Прекрасный костёр. Пожалуйста. Пожалуйста, костёр. Есть. Так, хорошо добавить в топливо угля чуть-чуть. Вот, час будет гореть как надо. Так. Главное теперь в костёр не попасть. Ой, я что-то об этом не подумал. А как мне теперь постелить? А как мне теперь отсюда выйти? Стой, стой, стой. Не двигайся, не двигайся, детка. Стой, не двигайся. Выйти. Блин, не знаю. Чая бахнем травяного. Стой. Оп, выскочил. Гениально, Астрид, умница. Да ты можешь положиться. Сон. Костёр. Костёр. Нет, чай. Срать на чай. Почему я не залечился? Больше угля. Что мешает мне залечиться? Я что-то не понимаю. Ну-ка, ещё сон. Мне кажется, Логана сейчас гораздо лучше, чем мне. Блин, меня всё ещё мутят слегонца. Да, слегонца. Так, труп. Ничего нету, никаких предметов. Это камень. Я не могу в таком состоянии вообще куда-либо идти. Блин. О, я прям в костре очнулся. Смотрите, какое говно. Я вообще не вылечиваюсь. Кто там? Логан, да? Ой, бедный Логан. Тебе, наверное, так плохо. Чай персиков поем. И пойду за тобой, наверное. Не знаю, как я буду выживать. Я сегодня очень косой. Ну-ка, персики, скушаем. Уф, какой белиссимо сейчас. Волки сраные. Я не знаю, как быть. Смотрите, как он стоит такой, типа, весь незаметный. Ладно, поднимаем. И давайте ползком. Будет смешно, если мне придётся тащить Логана. Имея всего 10 хп. Помним, что у меня всего лишь один выстрел. Чё, я спать хочу. Как здорово быть мной. Слушайте, Логан ноет. Завали, блин, плакса. Я совсем забыл, что волки здесь чувствительны, если ты идёшь на ногах. Надо ползком. Всегда ползком. Получается, здесь теперь больше нет схватки с волком, как было раньше. Теперь их целая стая нападает, окружает. Ну, это прикольно. Они стали гораздо более реалистичными. Того и больше бесят. Слышите сердце, как колодится. Это хорошо, значит, я ещё живой. И животик вурчит. Надеюсь, волк подумает, что это хищник у меня в животе, которого я съел. И задумается как следует. Стоит ли на меня нападать? О, Ган, ты жив там. Если что, со мной всё в порядке. Не переживай. Блин, а недостаточно просто прийти к священнику и сказать, да, он там, я нашла его, он живой. Всё, миссия выполнена. Посмотреть, ему надо попить, дать. Я не знаю, как я буду сейчас его нести. Видимо, у меня нет выбора. А, боже мой, тебе должно быть стыдно. Тёлка при смерти тебя тащит. При том, что у него 63%. Аккуратней, Логан. Сейчас потрясёт немножко. Потрясён? Я же говорил. Нам бы дойти до дороги. Это самое безопасное место сейчас. Огни в небе. Заткнись. О, боже мой. Логан, у меня плохие новости для тебя. Для твоей задницы. Потому что тут волки рядом. И я буду обороняться тобой. Конец. Это конец. Мне повезло, что я не сулогана. Потому что волк увидел ноги, свисающие с моих плеч. И подумал, что я какой-то монстр из игры The Forest. Что это там? Что-то там валяется, да? Нет, это просто камешек. Смотрите, у меня потихонечку восстанавливается хп. Чёртов ветер. Сволочь, сволочь, сволочь. Посмотрите, как быстро я замерзаю. Я опять коцаться начинаю. Слушай, опять своё сердце. Когда я уже закроюсь от сраного ветра, всё. Кладись, ублюдок. Сжечь, пожалуйста. Давай, давай, давай. Есть. Ух. Ах, начинает мутить меня. А ты что думаешь? Надо поспать. Это и отдых, и согрев, и хп восстановится. Я должен проснуться без сердцебиения. Ну-ка. Какая-то темнеет, кстати говоря. Я немножечко... Да, немножечко мне стало лучше. Нельзя ждать до темноты. Не дай бог ещё куча волков придёт. Пошли. Что там по погоде? Минус пять. Прекрасная погода. Добрый призрак Логана сопровождает меня. Помни, Астрид. Нельзя унести абсолютно всё. Разумно пользуйся своим инвентарём. Да, он мне помогает советами. Знаете, как при загрузке игры всегда внизу пишутся советы? Погодите. Это что значит, что сейчас загруз... О! Фига себе! Спасибо большое, игра, что загрузилась прямо с этого места. Всё, несём тебя, Логан. Сейчас тебе будет тепло. А мне легко. Кто-нибудь подготовил лишнюю койку для Логана? А, вот она. Ну, я думаю, так нормально будет. А, блин, я не так тебя располагал. Ах ты ублюдок, Логан. Томас, я вахарю. У меня очень большие проблемы с едой сейчас. Придётся потыривать из запасов. По времени уже почти рассвет. Давайте пойдём. Красиво. Очень красиво. Что у нас там по ощущению? Минус восемнадцать? Вы что, ахренели? Обратно. Я немножко поспал. Минус пятнадцать. Особо картина не поменялась. Но я думаю, как раз-таки начнёт светлеть сейчас. Станет тепло. Идём искать ещё одного выжившего. Зашёл в церквушку местную, чтобы найти что-нибудь, может, пожрать есть. Но в итоге я могу просто взять книгу, чтобы потом её сжечь. Смотрите, шерстяные варежки. Вот. Давайте, во-первых, отремонтируем сейчас. Носить. Ох, какая страшная хрень. История от родной долины, часть первая. Не в меру суровый климат и удалённость от цивилизации, даже по меркам острова Великого Медведя, сильно повлияли на жизнь и нрав местного населения. Открытые широкие равнины, окружённые острыми горными хребтами, создают все условия для формирования необычных погодных условий. Жители долины уже давно говорят о многодневных метелях, сильных ветрах и лютом зимнем морозе. И всё же местная непогода не испугала жителей острова Великого Медведя. Некоторым из смельчаков, пожелавших здесь поселиться, эти суровые безлюдные холмы даже пришлись понравить. Окей, похавать здесь нет, зато круто, что я нашёл варежку. Слушай, вот я пришёл на эту местность. Теперь я понимаю, кто в прошлой серии мне в ответ сигналку посылал. Некто выживший. Интересно, здесь тоже на меня волки будут нападать? Я даже думаю, нет смысла сигналку пускать, так как чувак где-то здесь должен быть. Одинокий зверолов в местоположении. Опа, вижу. Отличные дрова здесь есть. Мишка! Вот это, блин, сюрприз. Я думаю, надо взять что-нибудь покруче, чем просто сигнальную ракетку. А сигнальный пистолет. Ползаем аккуратненько к костру, медведь должен бояться костра. А я повелитель костра. Самый настоящий кострат. Я врач, я пришла побочь. Значит, это, как тебя звать? Ава. Ава, у меня плохие новости, тут медведь рядом. И он идёт прямо сюда. Даже не знаю, как нам быть теперь. Думаю, я залезу вот сюда. Аккуратненько. Мишка сюда точно не заберётся. Смотрите, какой он здоровый. Он даже не подозревает, что я здесь. Мне надо к тому дому подползти обязательно. Всё, он ушёл. Погоди, я сейчас приду. Главное, не выпускать его толстую задницу из вида. Тихо, аккуратненько. Давай контейнер, пожалуйста. А, nothing stuff. То, что надо. Хорошо сработано. Мне кажется, вообще никаких опасностей нет. С Авой будет легче. Надо только чуть-чуть подождать. Давайте пока что ли Ава осмотрим. Как у тебя дела? Ага, ей нужно попить, естественно. Все хотят попить моей воды. Выпьем кофе? Окей. Ну давай, Ава, пошли. Я думаю, разумнее вот здесь обойти. Зачем идти прямо в лапы к медведю, да? Ава исчезла. Я не вижу её. Я несу просто пачку воздуха или что? Ну-ка. Я несу воздух. Самое тяжёлое в мире. А, пойдёмте. Не хочется говорить это вслух. Мне кажется, у вас тут проблемы с психикой. Вот если часто у меня волки нападут, мне придётся Аву положить. И пока я буду суетиться, я не увижу, где она лежит. Потому что ей нету. Это всего лишь моё воображение. Нееет. 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 Так, тогда положить Аву в каком-нибудь месте приметном. Нет. Блин, хорошо, что волки хотя бы не видевые. Давайте сюда на край. Вот, живы. Ты меня не тронешь, Волк. Как вовремя я сюда пришёл? Я не знаю. Я не знаю, что делать. Тихо, тихо, тихо. Нет, умный волк что ли самый. Пошёл отсюда. Ты не можешь здесь находиться. Фак. Я даже положить не могу её. А, покладись хоть как-нибудь. О, нет. Пошёл отсюда. Фу. Кыш. Так, он походу забил уже. И этот. Окей, эти двое уже сдались. Ну в жопу, в жопу. Женёк там встал, невозможно будет достать его. Ну вон нахрен. А этот целеустремлённый. Чё-то они возвращаются. Всё это за миссия у меня, блин, защищать воздух. Причём я не могу его бросить здесь. Даже не знаю, что мне делать теперь. Нельзя здесь оставить выжившего. Я выживший, блин. Сложил её. Вот здесь, где эта линия. Просто знаем это. А, нахрен. Да как ты меня задела? Выше, 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 выше. Так, хорошо, хэдшотнул. Мы закончили или как? О, блин. Опа, опа, опа. Всё, согрел, согрел. Давай, давай, давай. Болзи сюда, тварь. Ага. Пошли. Ава, ты где, блин? Ава. Всё. Замёрзла, Ава. Ой, ты моя бедная. Так, мы видим, здесь волк посуетился немного на месте. Потом побежал в эту сторону. Уходи на укус, и я сдох. Закончил ветер мне в лицо прямо. Кладись. О, нет, 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 нет. Есть. Где ты, блин? Где ты? Брать, брать, брать в руки. А я попал по волку или промахнулся? Чё-то не вижу крови. Но чувствую запах страха. Своего. Смотрите, шкала волчи ушла. Всё, можно идти. Давай, гоу. Давай, Астрид. Ну, чуть-чуть осталось до церквушки. Ну, пожалуйста, быстрее. Ветер, как в жизни, прям дует всегда в рожу. Куда бы ты ни шёл. Чёшь, я так медленно иду. Грёбаная Астри, давай. Ты самый тяжёлый воздух из всех взяла зачем-то. Вот. Хорошо, ветер пистал дуть в рожу и стало как-то быстрее идти. Ну же, ну же. Сейчас Ава сдохнет. Возможно, я уже труп несу. Труп обороженного воздуха. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас всё будет, Ава. Ух, есть. Слава, господи. Окей, всё, ждём. Странно, я так согреваюсь хорошо, а Ава нет. Наверное, потому что у неё совсем мало ХП. Наверное, потому что она одета очень легко. Ладно, тогда её единственный шанс это то убежище. Пошли. О, смотрите, что это? А, это уже осмотр. Давай, немножко осталось, потерпи. Почему ветер дуть в рожу? Мы здесь, детка. Мы уже внутри и есть. Ох, блин, каждое спасение напряжённое максимально. Так, кто-нибудь спальник подготовил для Авы? Вот он. И хрен положишь. Так, ребят, познакомьтесь, это Ава. Прошу максимальную заботу о ней проявить. Она важнее всех вас тут. Настало очередное утро, и теперь нам пора отправляться в самую дальнюю даль. Идти в два раза дальше. Ну что ж, гоу. Минус 17, блях. Сказать, что нам идти долго, это сказать полную глупость. Ведь я уже здесь, вот. Смотрите, быстро дошёл. Совсем быстро. Чел где-то тут валяется. Возможно, вон там. Я уже говорил, что я скупердяй. Хрен я буду тратить лишнюю сигнальную ракету. Я найду чувака так. Используя нюх. Чую смердит где-то рядом. Только не говорите, что мне тоже придётся искать воздух. Нет, 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 нет. Я могу не пережить эту атаку. Иду, 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 чувак. Ладно, хорошо, правильно сделал, что пустил. Слышь, где ты? Так, так, так. Вот, значит, где ты. Так, что у тебя есть? Ну-ка отдал. Повязка какая-то обосранная. Так, Уэйт его зовут. Что там у тебя, Уэйт? Я врач. Если что, у тебя обезвоживание. Понятно. Сейчас мы тебе дадим выпить. Пожалуйста, не становись невидимым. Это, конечно, крутейшая способность, но сейчас это не кстати. Ладно, всё, берём. Это только Ава обладала способностью быть невидимой. Как и я в школе. Нет. Нет, 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 нет. Опа, Уэйт, поваляйся пока. Закусили. Пистолет взяли. Уэйда оставили. Ого-го-го-го. Так, один. И здесь трое, как минимум. Жрите Уэйда, жрите Уэйда. А почему? Такие, блин, благородные волки. Подохло, мразь. Кто следующий? Чё, не видите? Их трое, блин. Так, хорошо, кажется, попал. Ага. Посраки. Волочь, возвращается. Мало получил, да? Так. Я сейчас все патроны на вас израсходую. Быстрее перезаряжайся. Нет. Да быстрее перезаряжайся, тупая Астрид. Запутывал волка. Есть. Поджаб-хвост убегаешь, да? Столько патронов слил. Чё у нас там? Я даже не коцую. Слушайте, кажется, это всё. Победа. С минимальными потерями. Надеюсь, это последняя атака волков на сегодня. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Какой он злой. Очень разъярённый, очень разъярённый волк. Да, блин, опять промахнулся. Стив, гений, не трать патроны просто так. Я очень злюсь просто на них. Меня выбешивают. Сейчас мы дойдём до красного амбара. Как же мне повезло с погодой. Вы не представляете. Я даже не охлаждаюсь. Плюс 4 по ощущению. Видите, важно не то, что мир вам говорит, а то, как вы ощущаетесь. О, нет, Уэйд стал невидимым. Пою мать. О, как удобственно. Когда не видишь Уэйда, этот голос, как будто бы просто голос в моих ушах. Вот ты видишь Уэйда? И я не вижу. А он здесь есть. Такое ощущение, как будто, знаете, мы несем не тело Уэйда, а его душу к священнику. Мы словно жнецы. Не бойся, Уэйд, я несу тебя навстречу создателю. В царстве небес. Вечное блаженство. А сам я пока голодаю. Блин. Погоди, душа Уэйда. Покушать. Ом-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всё, пошли. Я избавил его от волков сатанинских. Ух, мы дошли. Полежите здесь, мистер-невидимка. Я кое-что должен забрать. Лук для выживания. Ох, как он мне поможет выжить. То, слегонца передохнули, пошли дальше. Смотри, Уэйд, птица указывает нам путь. Но не туда. Это лже-пастырь. Только я знаю, куда нести твою душу. И нам осталось немного. Что ж, Уэйд, мы добрались. Фух, как это муторно. А вот, собственно, и лежак. Я свой здесь оставил, блин, дурак. Значит, давай, ложись. Итого у нас... О, смотрите. Аба вернула свой прежний облик. Всех добыл. А теперь, я так понимаю, нам нужно приготовиться к метели. Пока она нас не отметелила. Повязка из старого мха. Или антисептик. Много всего добывать. Займемся этим на рассвете. Что ж делать-то, блин, а? У меня еды не очень много. И не хочется ее тратить. Но, может быть, мы можем травяной чай пить? Отличная идея. Сразу два травяных чая будем пить. Чай. Слушайте, ну это по 100 калорий, в принципе, дает. Однако, игра запрещает мне постоянно пить чай. Потому что я не хочу пить. Окей, это утро. А кто сложил мои вещички прямо вот здесь? Возле входа, блин. Что это за намеки? Отец Томас. Это максимально неправильно с вашей стороны. Вот так. Я столько всего сделал. Блин. Ладушки, нам нужно до хрена еды. Керосина надо найти каким-то образом. Ха и топливо. Я думаю, будем ломать. Мебели наломал. Что у нас там по дровам? 14 штук. Чертовски мало. Давайте еще вот это будем ломать. Просто риск переохлаждения и ничего. Никакого толку. На улице добывать дрова не вариант. Заюзаем. Вот здесь наверняка... Смотрите, еда. Злаковый батончик, книжки. Томатный суп, блин. Отлично, запас еды сейчас пополним. Мало барахлишка, банка кофе, микроволновка. Товарищ контейнер. Пустой, сволочь. Повязка. Хрень полная. Меня игра обокрала только что. Я ждал большего. Палок наберем тогда. Палка раз, палка два. Вот тут еще два домика. Если я в них не лтался, то что-нибудь точно найду. Ящик для угля. Пожалуйста, будь там уголь. Есть там уголь. Я все здесь уже смотрел. О, нет, я был здесь. Но я не ломал ваши полки. И ваш стол. И стулья. Все, выходим. Я прилично так нарубил. Теперь главное без происшествия дойти. Все, домой, домой, домой. Посмотрим, насколько я набрал дров. Позиция закрыта. Так, теперь керосина надо найти. Где его вам высру? Конечно же, все запасы еды давайте сольем сюда. Ничего не поделать. Ничего не поделать. О, как нам еще много. Десять тысяч надо еще калорий найти где-то. Придется где-то оленя грохнуть. Пока идеально удается восстанавливать голодь с помощью чая. Слышите, какой на улице жесткий ветер. Окей, гоу. Значит, сейчас... Ой, 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 ой. Минус 23, я спать. Так я себя чувствовал каждый раз, когда нужно было зимой в школу идти. Ветер прекратился, пойдемте за едой. Минус 3. Ох, идеальная погода. Так, чтобы нам пожрать, найти себе. А что у нас есть? У нас же теперь лук есть. И две стрелы. И вот где мне искать оленя? Смотрите. Птицы. А мы как раз-таки возле тайника какого-то возможного. Пещера. Ага, труп. Спасибо за стрелу чего. Так, перо ворона. Надо взять хавка. Записка осужденного. На нас открыли охоту. Что ж, не ожидал. Мы должны были оторваться от фараонов еще по дороге. Не зевайте, иначе нам отсюда не выбраться. Ну, кстати, да, реально, в него же стрела попала. Кто? Кто это сделал? Я, что ли? Не припомню такого. Мне бы оленя какого-нибудь найти. Отлично. Олень. Режим хышника включается. Если честно, совсем позабыл, как стрелять из лука. Это может быть проблемой. Как мне натянуть стрелу? Полин, ладно, хрен с тобой. Один патрон, один выстрел. Хороший прицельный выстрел. Хороший прицельный выстрел! У меня всего лишь два часа, блин. А, ну я за час управлюсь. Собираем. О, а то ты мох по пути растет. Скорее, весь мох собираем и валим. Ой, как мне толку еще идти? Так, я вернулся. Это было тяжело, опасно. Я чуть обморожение не получил, риск был велик. Зато у меня более эффективный отдых. Я столько чая опился. Я шел и эффективно отдыхал. Просто нон-стопом. Ну давай, оленина. Тысяча. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Еще чуть-чуть просто одного оленя грохнуть. Ой. Погодите, аж вот же еще есть. Нам нужно сделать восемь повязок из старого висящего мха. А мы можем сделать почему-то всего шесть. Потому что нам старый висящий мох еще нужен. А еще и ж грибы рейши можно скрафтить. Я так понимаю, их можно будет пожрать. Ух ты, еще сто калорий дадут. Как-то так. Давайте мха накидаем. Скинуть. А вот шприц случайно не подходит? Нет, он не подходит. Давайте еще вкинем этот антисептик. Ах, еще чуть-чуть осталось. Единственное, самое сложное, это будет керосин нам добыть. Вообще понятия не имею, где его брать. Я думаю, эту проблему мы решим в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк. И, друзья, это был девяносто девятый выпуск. Неужели мы подбираемся к сотке? Только не ждите, что я буду делать что-то особенное. Это будет просто обычный сотый выпуск. Ничего особенного. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. И всем пять!